Ваши задачи на будущее Наше приветствие вам, уважаемые земляне, дети Бога Живого Действительностью ваших дней является незнание вами истинных законов мироздания Вам сегодня будет предложено несколько вариантов с различными направлениями ваших задач на будущее Но вначале позвольте нам дать вам характеристику земной плотности на данный период времени С точки зрения разумов иных плотностей, которые внимательно наблюдают за всеми процессами, как в слоях самой Земли, так и за жизнедеятельностью на поверхности самой Земли Гайя Земля, как планета, входящая в космическое содружество, представляет собой особый интерес Во-первых, как вам уже известно, от общего состояния Земли зависит все мироздание Земля, она имеет особую грань, здесь воплощаются души с определенными задачами Где человечество проходит особую школу познания себя, как частицы Божественного творения, себя, как Бога Творца Таких планет, единицы это играет в свою очередь немаловажное значение в процессах построения мироздания Как для общего закона, так и рассматривается как для отдельно взятой планеты Земля И сейчас Земля находится на особым положении Сюда все внеземные цивилизации устремляют свое внимание и это уже не является секретом Это уже открытый процесс всемасштабного значения В ваших СМИ об этом много говорится Земля готовится на новый виток своего эволюционного развития У вас это принято называть новая реальность И это свершится, независимо от восприятия людских душ Это план Создателя Мы наблюдаем людское недопонимание, неверие в нас, в наше присутствие на Земле Но мы в то же время понимаем, что доступ человечеству в наш мир закрыт И мы вещаем свои задачи и цели нашей помощи вам через каналы связи Выстроенные специально для данного информационного потока Продолжим о Земле Земная плотность в настоящее время несет собой определенные перестроечные Так выразимся, все благие процессы трансформационных преобразований для следующего своего этапа по переходу в новое пространство По-другому можно сказать так, что Земля получит новую энергоструктурную составляющую, которая позволит заменить силовые компоненты, влияющие на баланс энергетических потоков Если с момента образования планеты Земля присутствовали силы добра и зла Если позволите так выразиться, то в будущем будут использоваться иные составляющие для поддержания и выравнивания жизнедеятельности на Земле Вот такая краткая информация для размышления о вам А сейчас мы хотим дать вам несколько направлений по пути вашего духовного роста Здесь все зависят от вашего выбора Приняла ваша душа, дерзайте Отрицайте данную информацию, это ваше право, выбор за вами Итак, каковы направления вашего духовного пути? 1. Взять на себя ответственность в выборе своего дальнейшего пребывания на планете Земля 2. Исключить из своей жизни все аспекты негативного влияния на окружающее пространство Это мысли формы, поведение, образ жизни 2. Не причинять боли своим близким, родным, друзьям и всем людям в общем понимании этих слов Желать всем только добра, радости в жизни и процветания 3. При особых случаях, когда приходится проходить суровую школу жизни Понять, что это происходит для исцеления душ и стараться быть полноценным во всех вопросах Как в вопросах материальных благ, так и в вопросах своего физического здоровья Держать курс на повышение своего духовного роста 4. Жить в надежде, радости и любви, несмотря на все трудности, если таковые имеются Не падать духами и верить в свое прекрасное будущее, что даст свои определенные плоды Те же, кто пойдет иным путем, у них будет своя программа со своими задачами и целями И уже в ином режиме Здесь не нужно забывать, что на тонком плане вы все едины и все находитесь в любви Божественной силы Лишь на физическом плане для вас даются всевозможные разрешения вашего жизнебытия, где основный процент человечества попадает под влияние искусительных сил, опять же, по выбору каждого индивидуума, где получается проходить дополнительную школу жизни, прихватив с собой детали прошлых воплощений Сегодня мы поговорили с вами об основных моментах, касающихся вашего настоящего и желаемого для вашего будущего Помните об одном Только вы, вы сами, каждый в отдельности, сможете изменить свое личное пространство и в общем знаменателе это проявит гигантские масштабы Что будет определенным этапом в переходном периоде по пути построения нового мира на Земле И на этом мы сегодня заканчиваем нашу встречу Мы всегда с вами на связи Всегда откликнемся по любому вашему зову Всегда придем на помощь в любой нестандартной ситуации Оставайтесь с миром в Душе С вдохновением по пути в своей жизни И пусть вас всегда окружает энергия любви Ваши тела дано питаны будут ею Благослови вас всех создатель наш, единый отец творения Архитекторы мироздания До новой встречи, дорогие земляне